Андрей, если мы плавно перешли или перпендикулярно от новолуния к таким вещам серьезным, я хотел с вами поделиться разговором, который со мной произошел буквально два дня тому назад. Я общался с одним человеком, и этот человек мне поведал такую вещь, он относится к себе или его относится к разряду, может быть, и ясновидящих, короче, к нему поступает информация. Информация такого рода была о том, что примерно в течение 6-10 лет, ну, разбежка туда-сюда, произойдет какой-то очень серьезный катаклизм. Речь идет, скорее всего, о Яловстоунском вулкане, который, как мы знаем, где-то греется, и там очень какие-то серьезные изменения. Вообще, действительно, как люди, которые этими занимаются вещами, говорят, и оно накапливается, накапливается, и вот, если это произойдет, то это грохнет, причем грохнет достаточно серьезно, и мало не покажется всем. И вот тогда случится то, чего многие предсказывают, ну, типа, типа, не знаю, всемирного потопа или не всемирного потопа. Ну, понятно, если Балкан взрывается, то, особенно под землей, то понятно, что происходит. То есть это цунами, это наводнение и так далее. Вот как вы к этому относитесь? Ну, конечно, я не могу сказать, что я к этому отношусь положительно. Как астролог, я имею в виду. Как астролог, да? Как астролог. Я хочу сказать следующее, что у меня есть исследование по циклам мировых катастроф, с которыми я выступал в 2015 году в Минске на астрологической конференции, которая называется «Геоклиматический анализ и прогноз». И, кстати, весной 2017 года, она сейчас перенесена с осени 2016 на весну 2017, она будет там. Я буду опять выступать, у меня материал готовится для выступления. Так вот, у меня есть исследование по мировым катастрофам, в частности, по глобальным таким вещам, которые, ну, скажем, вот по тем, когда, помните, три года без лета были 1816-1819 годы, которые зафиксированы исторически, зафиксированы. В США не было лета, в Канаде, там с июня снег пошел, и во всем северном полушарии не было три года лета. То есть, там все замерзло, похолодание наступило, естественно, так как были не урожаи, голод был. В общем, большие-большие проблемы были. Ну, официальная версия, что как бы это долбанул в южном полушарии там супервулкан, где-то вот там около Индонезии. Но эта версия несостоятельна тем, что, на мой взгляд, тем, что есть по атмосферным течениям воздуха, течение южного полушария воздух никогда не перехлёстывает в северное. То есть, так как центробежная сила вращения Земли на экваторе, они как бы разносятся к этим, к полюсам. От экватора к полюсу идут. И не может быть при том ещё, что одновременно взрыв произошёл, во-первых, за год, в начале 2815 года, извержение вулкана было. Но при этом Австралии похолодание не произошло, которое находится там, грубо говоря, три дня лесом, а там рукой падает. То есть, парадокс. То есть, Бог знает, где там США, в Канаде, в России, в Европе изменения таких климата, скажем, ядерная зима наступает. А в Австралии всё цветёт и пахнет, которое находится, скажем, практически у подножия этого вулкана. То есть, версия несостоятельна ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения климатологии. Потому что, я уже сказал, что невозможно южного полушария потоки никогда не перехлёстываться в северное полушарие. То есть, что-то произошло. На мой взгляд, произошло падение некого небесного тела и вызвало в связи с этим эффект ядерной зимы. Ну, то есть, как бы старшее поколение помнит, кто в советское время был, что это такое. То есть, после теоретически, как бы, такого ядерного войны наступает взвесь такая в воздухе земли, песка, там, бог знает чего. Солнца не видно и наступает, так как солнечные лучи не проходят через эту толщу дыма, каких-то вот этих всех суспензий, которые в воздухе летают. И ничего на земле не может произрасти довольно длительный, ни один год. Вот нечто подобное было. Я склоняюсь к тому, что это было падение небесного тела по причине того, что, во-первых, есть мифы. Это раз, что один из них, это, кстати, астрологические вестийские мифы, что вокруг Земли летало в своё время четыре Луны, и три из них упали. Но не сразу, там, грубо говоря, каждый раз, когда одна из них падала, происходило на Земле вот нечто такого суперцинами, потрясение, там, ядерной зимы. Но есть доказательства этому интересные, что в Карелии есть месторождение Шунгита, единственное в мире. И у нас есть учёные, которые исследовали с помощью волновой механики, то есть, волн, правильно сказать, определили, что можно вспомнить... Вы знаете, такой был академик Ахатрин в своё время. Вы не знаете, я вам расскажу такие вещи. Когда во время Советско-Афганской войны душманы стали делать безоболочные мины, и их невозможно было обнаружить минноискателем. Ну, фугасы где-то там закладывали, такие большие, просто вот взрывчатка и всё. И советская научная мысль, чтобы найти эти взрывчатые вещества, как раз стала применять то, что сейчас называется волнами. То есть, у каждого вещества есть волна. Можно измерить с помощью маятника и линейки, можно определить, то есть, своя частота вибраций, скажем так. И в том числе, взрывчатые вещества есть. И академик Ахатрин произвёл исследование этого дела, видит каждого вещества, взрывчатого, свою волну. И стали определять, короче, создали наподобие миноискателя, только который не железо ищет, а волновой такой. И стали находить эти, ну, закладанные душманами, эти взрывчатые вещества. Вот, также и у Шунгита есть своя волна. И я сейчас на скидку не помню фамилию, но если надо, я потом ссылку дам на это видео, вот в комментариях к теперешней радиопередаче. И он эту волну измерил и стал измерять строение Земли. И оказалось, что Шунгит – это одна из оболочек внутренних Земли. То есть, Земля, условно говоря, это там ядерный реактор внизу, вокруг него свинцовая оболочка, вот Шунгитовая. То есть, это глубоко-глубоко под мантией находится. Ну, по аналогии с строением человека, это, грубо говоря, как скелет. То есть, если мы находим на поверхности скелет животного или человека, то мы понимаем, что это уже, ну, как бы это не на поверхности, то есть, не на коже у нас растет, а где-то внутри организма. И Шунгит – это, так сказать, скелет планет. То есть, если некая планета упала, либо ее фрагменты упали на поверхность, то Шунгит подтверждает это, что в этом месте, собственно, и было падение. Ну, понятно, падение не происходит в точечном. Там есть крупные осколки, мелкие, средние, какие-то астероиды сгорели в плотных слоях атмосферы. И я изучаю эту тему, обнаружил, что бывает три вида этих болидов. То есть, одни из них мелкие, которые сгорают в атмосфере и называются метеоритами, вот эти метеоритные дожди. Одни из них очень крупные, которые долетают до Земли, падают и вызывают цунами и прочим. А есть еще средние, которые не сгорают полностью, но и не долетают до поверхности Земли. А на расстоянии где-то 100 метров над Землей у них начинает происходить цепная ядерная реакция. То есть, по сути, если мы так говорим, ядерное оружие или ядерная реакция, можно ее сделать хоть из дерева, хоть из человека, из любого вещества. Все зависит от критической массы. Почему уран или какие-то эти вещи используются в армиях? Потому что для начала реакции надо малый вес вещества. И его надо еще доставить куда-то. Поэтому, когда глыбы такие каменные падали на поверхность Земли, они одновременно вызывали ядерные взрывы в стратосфере. И вот есть версия альтернативных таких историй, что вот у нас была другая цивилизация, в 19 веке произошла ядерная война, в результате которой цивилизация глупела. Ну, как бы откинут одичало. А если допустить версию, что было падение такой роя астероидов разнокалиберных, и некоторые из них, грубо говоря, такими атомными бомбами становились, то вполне объясняется в 1815-1819 годах эффект после бомбардировки астероидами поверхности Земли. Не надо никаких здесь что-то придумать, чтобы в античное время ядерное оружие было. Хотя я не отрицаю этого. В Махабхарате описывается ядерная война, и вот когда Арджуна с Кришной воевали, это тоже описание, собственно, ядерное противостояние. Ну, такое, как бы архаичное, но тем не менее. На самом деле это действительно имело место быть. Туда водят людей, это в 60 километрах находится от современного Дели. Раньше была столица Хастинапу. И там находятся следы радиоактивного заражения почвы на глубине, конечно. Так кто же будет радиоактивное заражение, если упадет этот, взорвется островок? Оно было немножко по-другому. Там ничего не падало. Это производилось... Люди владели серьезными ситхами. И они сами это делали. Там целая история стрелы, Аржуна, который металл, стрелы. Они заряжались мантрами и так далее. И поэтому, попадая в то место, они летели на огромное расстояние. Это необычная стрела из лука. И попадая абсолютно точно туда, куда она была нацелена, раздавался взрыв наподобие ядерного взрыва. Да, там описывается, что вскипала вода. Нет, так я про это... Майкл, это сколько лет назад было. А я говорю про 19 век. Я понимаю. Понимаете? То есть, Аржуна в начале 19 века не жил. Я говорю сейчас, что когда эффект ядерной зимы, то есть, на мой взгляд, больше объясняется падением астероидов. Ну, чем там люди мантры какие-то делали, друг друга там ядерные шары пасали. Это... А то, что было раньше, цивилизация, она была раньше. Они могли лимитировать, летать там, летающие города. Это все... Я это не отрицаю. И более того, это объясняет, почему у нас сейчас звуков стало меньше, почему букв меньше, если брать. Потому что это, с одной стороны, говорят, о, там революционеры после каждой революции уменьшали, например, в русском языке алфавит. Так потому и уменьшали, потому что, используя эти звуки, можно что-то сделать. То есть, это тоже рычаг такой ограничения. Если человечество глупевает, то надо его как-то ограничить от возможностей каких-то, чтобы он мистические способности свои не употреблял. Ну, извини, землю можно развалить этим, вот, если так кратко так сказать. Кстати, пример есть разрушенной Земли Фаэтон. Сейчас там эти астероиды, вот, Юнона летают. Это же все, например, была землепланета, обитаясь. Это называют мистическим планетой Фаэтона. У фантастов это, я читал... А она реальная планета. Это реальная планета, да. Тогда не знаю, что она реальная. Это сейчас астрономия уже достигла того, что сейчас они говорят, это реально. Когда-то это считалось такая титра, такая... Так, Майкл, тогда, так нет. Но мы видим пример разрушения небесного тела, причем, согласно мифам, это как раз-то война была космическая, каким-то оружием вот таким мощным. То есть, это не утопия какая-то, не фантастика, что это невозможно. Это как раз-то очень невозможно. Потому что для того... Но так как нашу жизнь здесь контролирует сверхцивилизации, все под контролем, естественно. Я сейчас как бы в этом плане, если расскажу более длительную... Более того, и президентов выбирают они подконтрольно. Кому надо, кому не надо. А задача профессиональных астрологов определить, соединиться с высшими, так сказать, силами и определить то, что и сделал, дорогие наши радиослушатели, профессиональный астролог Андрей Бекарин. Он как раз спрогнозировал, не, скажем, слово такое, прогноз. Да, он спрогнозировал победу Дональда Трампа. Вот что плыть дальше, пока непонятно. Нет, непонятно, могу рассказать. Интересно. Ну, тогда давайте мы две минуты... Так или иначе, у нас это тема, которую мы сейчас начали освещать, потому что есть очень много о чем поговорить. Вот я хотел даже... Ну, сейчас в этой передаче у нас нет времени поговорить о таком известном всему миру человеке, как Настра-Жанусе, который сделал, зашифровал в своих катренах то, что будет происходить на Земле. Кстати, он был неплохим, неплохим... Ну, он был астрономом и астрологом, неплохим. Хотя, тут есть нюансы. Но мы сейчас не об этом поговорим. Ну, вот расскажите все-таки то, что вы... Про Трампа? Ну, я уже рассказывал, что... Ну, буквально коротко, а мы в следующей нашей программе мы продолжим, да? Ну, если кратко... Состоится программа, никаких изменений нет. Ну, пока... Сейчас разговоры ведутся еще про поездки очередные даже в декабре. Ну, пока давайте запланируем. Ну, что, как-то не до садового... Потому что, да, дорогие друзья, у нас программы, в принципе, идут по понедельникам. И время наше в эфире запланировано на 17 часов. На понедельник я еще буду здесь. Так что мы ориентироваться. Ну, мы потом посмотрим, Андрей, мы с вами решим. Давайте мы вернемся к тему буквально 2 минуты. То, что будет с Трампом. Ну, на самом деле, мы это уже начали. Мы уже обсуждали о том, что вы прогнозируете о том, что могут быть какие-то там действительно серьезные проблемы и со здоровьем в том числе. Это совпадает с очень многими людьми, астрологами тоже, которые об этом говорят. Да и есть новички. В чем греха-то есть? Есть люди, которые обладают экстрасенсорным восприятием. К ним информация приходит по-другому. Ну, вот если это все совпадает, то тогда это двойное подтверждение. Double confirmation. Но, тем не менее, что вы хотите по этому поводу, буквально там, вот, по тезисам. Ну, кратко, я уже это озвучил, и даже опубликовано это в прессе российской, то, что в 2017 году, летом, около 25-30 июля, существует сильно, ну, около этого периода, скажем так, летом, существует реальная опасность для жизни Дональда Трампа и его вице-президента. Или кто там, как он называется, вице-президент? Да. Или человек. Вот. И одновременно весной, то есть осенью 2017-го, у Хиллари Клинтона и у ее вице-президента есть показания на вхождение, скажем, во власть. Ну, вы знаете, я вот сейчас опять же хочу обратиться к нашим радиослушателям и тем, кто будет смотреть это в записи. Вы знаете, вот этого факта, который сейчас озвучивает Андрей Бухарин, а я напоминаю о том, что радиостанция не несет никакой ответственности за сказанное в эфире и не всегда согласна с мнением выступающих, так вот такой информации вообще, по идее, быть не должно. Но я еще хочу напомнить о том, Андрей, мы с вами говорили, и я не смог тоже ответить на ваш вопрос, я политикой в принципе не занимаюсь и не интересуюсь. Кто будет человеком, скажем, третьим человеком? Потому что если происходит что-то с президентом, если он связь с президентом, не дай бог, то тогда вот есть такой человек, третий, он спикер палаты, его зовут Пол Райан. Это наши радиослушатели. Ну, молодой человек, но я смотрел, у него по его гороскопу нет прихода обретения власти на какой-то срок короткий. Скорее всего, то есть так как опасность для Дональда Трампа существует по теме праздника, теме шоу какого-то, то где-то вот какое-то публичное, увеселительное такое мероприятие. Вот где опасность. То есть условно, ну грубо говоря, какой-то там, не знаю, там олимпиада или что там летом, что-то будет, планируется. То есть если, грубо говоря, вся верхушка будет присутствовать на каком-то таком мероприятии, то вот там существует опасность, что их всех вместе там могут как-то вот те силы, которые он будет зажимать, потому что Дональд Трамп, он такой резкий человек, у которого масса на асценденте, то есть боевитый, и он, возможно, там начнет зажимать и депортировать, там что там еще, ну, озвучивал там свои... Нелегальная эмиграция, нелегальных эмигратов, сдвижение стены между США и Мексикой. А это же не только, это же не просто так, это же наверняка он перекроет там каналы поставки наркотиков, допустим, там он перейдет дорогу многим, многим и многим там нелегальной торговли этими работниками, как бы там и так далее. То есть, если он возьмет и перейдет, то он себе, грубо говоря, наживет очень таких, ну, больших врагов, которым он просто лишит средств существования. Вот из Южной Америки там и так далее. Вот об этом и идет речь, когда, если это коснется выдворения, скажем, причем это не только проблема для Соединенных Штатов, это проблема во всем мире, в частности Европа, и речь идет о мусульманском населении, то в Катренах, то, что мы потом отдельную программу сделаем в Нострадамусе, зашиповано то, что есть очень-очень много совпадений, нумерологические совпадения. Я об этом читал, это информация, которая, ну, так, закрытая, будем так говорить, или полузакрытая, во всяком случае, там доступа к ней особо нету для широкой массы населения, да и, опять же, многие не согласны. Так вот, там сказано о том, что это будет 17-й год, это вот начало, скажем, года террора, потому что тогда, если такое вот начнется, и он начнет такими вещами заниматься, тогда поднимется, в общем-то, весь мир, а мы знаем эти ребята, они так, мы за всех и все за одного, то есть там просто будет что-то такое, и начнутся, естественно, ответные, как говорится, акции, что, в общем-то, очень и очень может отразиться серьезно и негативно во всем мире. Андрей, давайте мы, у нас уже время в эфире подходит к концу, давайте мы совсем немного поговорим о положении на финансовых, фондовых рынках, то есть я знаю, вы специалист по паре евро-доллар, вот, куда там евро, куда там доллары, вот то, что говорят центральные там, Сбербанк, вы знаете, со своей стороны могу сказать, идет очень серьезный подъем, очень серьезный подъем доллара, продолжается подъем доллара, то есть сейчас у меня графиков нету под рукой, значит, подъем, точнее у меня есть график, то есть падение евро продолжается, если мы говорим о долларе, то он уже больше ста, и напомню о том, что мы говорили, он был уже 102, то есть это условных единиц, я хочу просто объяснить, о чем идет речь, как может доллар стоить 102 доллара, дело в том, что это как любой индекс, есть индекс Dow Jones, допустим, и вот в индекс Dow Jones входит 30 крупнейших, ну, не крупнейших, но корпораций традиционных Соединенных Штатов, каждая из которых вносит какой-то определенный вклад в индекс, который на сегодняшний день на рекордной отметке находится больше 19 тысяч, то есть мы, так сказать, уверенно идем к цифре круглой, цифре 20 тысяч, о чем говорилось неоднократно, но мало кто в это верил, но тем не менее, вот все рекорды пробиты вверх имеется ввиду, и каждый день новый рекорд. Так вот, доллар, он состоит из шести крупных, индекс доллара состоит из шести крупных валют, главных валют, ну, включая евро, там, фунт, бретанский фунт и так далее. И вот его абсолютная величина на сегодняшний день, ну, сейчас вот 101,4, было 102, с чем-то прогнозируется будет 105. О чем идет речь? Это идет речь, скажем, прямое соотношение между долларом и евро. То есть евро вот на сегодняшний день уверенно идет вниз. Где-то, конечно, будет временный какой-то разворот, но пойдет, но, короче говоря, будет идти вниз. Я не думаю, что среди наших радиослушателей есть конкретные люди, которые этим занимаются, скажем, как я, как хобби, то есть трейдингом или торговлей на бирже, но, тем не менее, многих интересует, вот, в частности, мне там буквально вчера было два вопроса, причем не только из России, там были вопросы, а что делать с валютой, с этой, потому что у кого-то, кто-то запасался долларами, кто-то записался рублями. Ну, прогнозы мы с вами озвучили, то есть один доллар может стоить, ну, где-то вот такая первая цифра, это 80 рублей, да, если мы говорим о российских рублях. Я говорил о том, что у меня есть видео на эту тему, так что кто хочет, может посмотреть, там, правда, много технических, скажем, технического анализа, но, тем не менее, идея, как бы, вот такая. Что вы видите, скажите, ближайшее, там, скажем, какое-то время? Ну, что могу сказать, сейчас я вот как раз смотрю, сравниваю графики центробанков США и Европы. Вот такая интенсивность начинается вот в евро. Ну, сейчас до пятого числа сильные показатели идут до пятого декабря роста доллара. А вот после пятого есть… Так, сейчас посмотрим. А вот после пятого числа до четырнадцатого, то есть неделя получается у нас, грубо говоря, следующая неделя, она показана, что, в общем-то, евро, скорее всего, коррекцию сделает. То есть на этой неделе укрепление доллара продолжится. Ну, это вытягивается завтра, допустим. Что? Это не завтра. А, ну да, да, да. Но, тем не менее, вот завтра, значит, тоже еще как бы продолжение идет. А вот уже с пятого числа уже, то есть со следующего понедельника коррекция, то есть показатели на ослабление доллара есть. Далее, если мы посмотрим неделю, с пятнадцатого по девятнадцатое число, то есть со второй половины недели, с пятнадцатого числа по… Смотрю, по девятнадцатый, это правда смешанные показатели. Но, тем не менее, какие-то хоть пошли компенсации в сторону усиления доллара, и я так предполагаю, что где-то вот с пятнадцатого по двадцатые числа, вот эти вторая половина года, извиняюсь, декабря, она уже, особенно до двадцать первого числа, вот неделя с пятнадцатого по двадцать первое декабря, описывается по ростам долларов. А в конце, давайте ближе к тому времени, там ту неделю я уже распишу, то есть у нас как бы понедельно, так мы планируем, да, или на целый месяц надо? Нет, нет, не обязательно, как вам удобно. Ну, давайте так, я думаю, там уже просто масштаб надо мне расширить, а это уже… У нас какие-то вот такие, скажем, ну, не то что данные, ну, анализ, может быть, астрологически, не знаю, хотелось бы, о том, что вот до какого времени и как надолго вот это всё затянется, потому что есть прогнозы, ну, не знаю, предсказания о том, что, в общем-то, будет крэш, то есть рухнет напрочь всё, итого в том числе, кстати. Вот. Ну, рано или поздно, вообще, как говорится, ничто не вечно под луной. Рано или поздно и мы с вами, Майкл, рухнем, и будет крэш. Такова жизнь. Вот. Ничего, воплотимся в родовом древе наши. Наши валюты, они просто могут продолжить жизнь. Я хочу сказать по астрологическим прогнозам, правда, не Андрея Бухарина, а других астрологов, я не помню, правда, делали ли вы мне такой прогноз, но у меня, так, лет 30 ещё есть. Так, мы с вами ещё. Ну, будем ещё, а что делать? Значит, человеческим не нужны, значит, нам будет ещё. И Елоустонский вулкан ещё там. Кстати, вот по поводу, если Елоустонского вулкана, я считаю, что это какая-то вот из области фальсификации что-то. Это награждание напряжённости. Да, так, да. Поптический удар в другом месте будет. Вулкан не спасёт. Но, давайте, всё-таки мы продолжим. Скажите, ну, не знаю, ещё раз это интересно или не интересно нашим радиослушателям, но вот какие ваши, давайте закончим нашу программу, какие ваши прогнозы на ближайшее, начало года, ну, вкратце, вот, допустим, до конца года, совсем вкратце, да, что вы видите, ничего там глобального. По валютам? Ну, февраль, февраль, март, кризис. Вот когда могут быть. Нет, февраль, март мы поговорим уже в январе. 17-го года, да. Давайте мы поговорим про декады. Вот, что в декабре? А в декабре, кстати, очень важный разворот Меркурия 19-го числа. Да, это говорит о том, что, кстати, для бизнеса, я хочу сказать, кто занимается предпринимательской деятельностью, вот, новое начинание очень благоприятно, вот, как раз в следующей неделе, с 5-го по 10-е число. Ну, вообще, в принципе, первая половина декабря. Вот вторая половина декабря, она кризисная и тормозная, когда всё останавливается, когда договорённости пересматриваются, когда это ещё совпадает с новогодними праздниками, и длится это будет как раз до Рождества, там, до 18-го, ну, православного, до 18-го, до 8-го января. Вот, и всё это дело сдвинется только после 8-го января, то есть, поэтому, 2017-го года. Поэтому, если у вас, уважаемые предприниматели, если у вас сейчас, да и вообще, в принципе, кто угодно, если у вас первые встречи, первые разговоры вы запланировали после 19-го декабря, то я бы рекомендовал их перенести уже после 8-го января 2017-го года, потому что, как правило, все договорённости на ретроградном Меркурии первые, потом пересматриваются, когда фаза меняется Меркурия, все недовольны причём обе стороны. Да, но надо ещё добавить, тем не менее, что в этот период времени, вы это сами говорили о том, что не начинать, но продолжать начатое, которое было раньше. Порядок наводить. Так нет, для чего хорошо? Это, во-первых, 3 месяца Меркурия в директной фазе и 3 недели в ретроградной. То есть это, кстати, где-то 1 в 4 такое соотношение приблизительно. Это хороший, кстати, показатель, как мы должны бодрствовать и отдыхать. То есть это 3 четверти суток бодрствования и 1 четверть отдыха. И вот по этой аналогии можно сказать, что когда ретроградный Меркурий, хорошо наводить порядок в документах. В это время, как правило, из прошлого, я уже миллион раз замечал, когда мне звонят и говорят, Андрей, вы нам счет выставляли 100 лет назад. Одну цифру не так указали. Поменяйте нам документ, например. То есть вот такая работа идет. Из прошлого появляется какая-то информация. Мало того, часто, Майкл, из прошлого в это время появляются одноклассники, с которыми 150 лет уже не виделся. У меня все мои студенты, с кем бы я студентом был в молодости, еще в советское время, с кем в школе учился, все меня, все без исключения, вдумайтесь только это, находили мы друг друга на ретроградной фазе Меркурия. Ну, через соцсети, естественно. Но именно на ретроградной. То есть мы уже раньше с ними какие-то имели контакты, взаимоотношения. И пришло время, когда на ретроградной фазе опять вернулись, чтобы, ну, договорить что-то, переговорить, какие-то долги отдать кармически друг другу в сфере информации. Вот так вот. То есть это не надо бояться ретроградной Меркурия. Просто это время как бы такого, знаете, по армейской аналогии. Да, я понял. Хорошо, спасибо большое. Меня, Майкл, просто я сразу мгновенно для радиослушателей говорю, мы с ним договорились, что время передачи ограничено, и если он мне подает сигнал, что надо, я сразу как столдат замолкаю, чтобы мы не перегружали передачи. Вот мне часто так мысли подреют, так растекают. Ну, правильно все, надо структуризировать. Дело даже не в этом. Дело в том, что с обоих сторон, в общем-то, эта передача не просто вот мы сидим и беседуем. Это за столом можно сидеть и беседовать о чем-то там, ледоты травить и так далее. А когда мы говорим, это довольно серьезное как бы напряжение с обоих сторон. И потом и Андрей мне говорил, да и я говорил о том, что это все-таки усталость, которая сегодня и сейчас не видна, но она потом проявляется в национальном плане, потому что... Психическое очень перегрузка. Да, усталость. Это не просто какая-то болтовня там в эфире и, допустим, какие-то комментарии, которые не относятся к делу и так далее. Это, ну, это психически... Это, так сказать, радио. Это не просто радио. Это волны, это эфиры. Это вещь достаточно серьезная. Я почему там, так сказать, в связи этого хотел немножко вот прервать, потому что я хотел задать один вопрос, и вот на этом мы закончим. Просто сейчас, наверное, вы не готовы к этому ответу или как это можно прокомментировать. Я уже рассказывал о том, что я смотрю разные прогнозы астрологов, и в том числе американских астрологов. И вот одна достаточно известная женщина-астролог, там есть видео записанное даже, где она говорит и называет дату Крисмас, то есть это Рождество, и 30-е, 31-е Новый год, короче говоря. Где она говорит о том, что очень большая вероятность террористических каких-то угроз. Ну, во-первых, активизация, когда холодно, активизация, понятно, этих террористов и так далее. Мы уже тоже говорили. Ну, вот такие даты, в период с 25-го, скажем так, условно, декабря, с 25-го по Новый год могут быть какие-то серьезные террористические акты. То есть они же как-то, они же выбирают определенное время, чтобы взять и обморщить праздник. Они же не просто так с бухты барахта все это делают. 9-го, 11-го, 11-го сентября, это не просто 11-го сентября. Это очень и очень серьезная дата. Там огромное количество, просто сошащее количество совпадений. Почему в эту дату? Почему 9-11? Это же в бывшем Советском Союзе не было таких дат. Да, 0-1, когда мы набираем, допустим, это было там… Пожарная. 0-1, это пожарная, да? Пожарная, да. Пожарная милиция, 0-3. Да, пожарная милиция и скорая помощь, да? Скорая помощь, да. Осталось, да? Нет, сейчас 112 все. Сейчас уже 112. Почему 112? Ну, тоже на это есть, наверное, какие-то причины. Тоже, кстати, 11 там присутствует. Да, ну вот… А у нас всегда… Ну, у нас в Соединенных Штатах всегда было… А 9-1-1 что-то там? 9-1-1 надо набрать. Поэтому это не случайная дата. Это было… Это самое такое явное совпадение, которое не просто совпадение. Вот. Мы… Вопрос был такой, значит… Ну, не думаю, что вы сейчас можете ответить. Давайте мы тогда на этом нашу программу завершим. Почему? Я могу сказать, что я отчасти согласен. Потому что я вот озвучил вчера на своем вебинаре «Новолуние», что вот эти дни 25-го и в ночь на Новый год там Марс соединяется с Нептуном. Кстати, это Марс соединяется когда с Нептуном, это как раз проявление очень часто религиозного фанатизма. Такое неадекватное может происходить. Ну, тех, кого в гороскопе эти планеты в конфликтном положении. Вот поэтому, да, я согласен, между прочим. Именно с 25-го декабря по 1-го января период повышенной турбулентности. И сейчас я тоже говорю, что первая половина декабря, она мирная, тихая, позитивная, удачная, успешная. Вторая половина, когда обстоятельства, плюс еще ретроградный Меркурий, будут препятствовать проведению нам каких-либо дел, именно потому что, скажем так, юридическим языком будут вновь открывшиеся обстоятельства. То есть, какие-то ситуации, которые, ну, как-то нам будут, вот, люди не предполагали, что что-то там произойдет, что их как-то это может скорректировать. Поэтому, если вы планируете свои выступления какие-то, свои эти, ну, какие-то дела, то лучше, конечно, это делать в первой половине декабря, либо после 8 января 2017 года. Вот так вот. — Понятно. — Поэтому, да, согласен я. Я даже не знаю, кто это из коллег там в США это прогнозировал, но, в принципе, это в одном тренде, я согласен с этим. — Да, я же буду поменять ее Петри, и можно ее найти, я сброшу ссылку, это не секрет. Сейчас у нас декабрь месяц, начало первого декабря, то есть будет два серьезных астролога, с моей точки зрения, за которыми я наблюдаю, они есть в YouTube, дорогие друзья, кто знает английский язык, вы можете послушать это все. Джонни Петри, ее зовут Джонни Петри по-английски, а он Артур Леви, Артур, по-моему, нет, Леви, я не помню имя, first name, первое имя. Но я послушаю это, и мы на следующей программе, собственно говоря, это понедельник будет, я расскажу, о чем она говорит, переведу, так сказать, вкратце ее прогноз. То есть буквально, наверное, сегодня-завтра он выйдет уже, у меня есть подписка, и я его озвучу в понедельник. Ну, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся, я благодарю Андрея Бухарина, профессионального астролога, руководителя астрологической школы за его время, которое нам он уделяет, и всегда мы благодарны, и всегда мы внимательно слушаем все эти его, так сказать, прогнозы, которые действительно очень серьезные, и, ну, не знаю, есть ли статистика, он нам об этом в следующий раз расскажет, статистика сбывшихся и не сбывшихся. Ну, кстати, по прогнозированию политических выборов есть, и, кстати, хочу добавить, что и предыдущий срок Барака Обама тоже, причем опубликован был в Соединенных Штатах, не прогноз, не только президентов, есть и мэров, есть и, ну, понимаете, это надо же, это, публично прогнозируешь, надо публичных фигур, которых все знают, а так, скажем, какой-то там Вася на выборах местного совета победил, кто его знает там. Вот поэтому надо Василия Васильевича, как бы говоря, смотреть там. Какой? Да. Хорошо. Владимир Владимирович. Хорошо. Да, я смотрел КВН, он присутствовал до встречи КВН, на Куке, на Куке. Это было посвящение пятилетию Игоря КВН, которое я, кстати, еще учился в институте и смотрел. Я, по-моему, был присутствием. Вечно живой Масляков, это же невероятно. Да, это просто… Да, это просто… Я еще маленький был, помню, он уже был… Да, я помню все это, когда… Кстати, он озвучил о том, что прервался КВН там в 70-е годы. Да, я… Он же сидел в тюрьме за валютной операцией в советское время. Да, это было, действительно, да. Ну, все равно все промолчали. Он сидел там, да, Светлана Ленцова. Там не только это было, там было достаточно много участия. Я как раз, так сказать, практически… Ну, я не ровесник Маслякова, но я ровесник игры, так это без сомнения. Вот. И смотрел многие игры почти сначала. Андрей, ну, еще раз благодарю вас за нашу программу. Дорогие друзья, программа записывается, и она будет в скором будущем выставлена в YouTube, где вы сможете с ней ознакомиться и оставить свои замечания, комментарии, и задавать свои вопросы. Это www.sandgatesradio.com, www.sandgatesradio.com. Это наш Skype, «Sandgates108». И это наше «Sandgates Radio» на Facebook. Пожалуйста, можете задавать там свои вопросы. Всего доброго, Андрей. До свидания, дорогие друзья. Благодарю за внимание. До свидания. Всем счастья, здоровья. Всего доброго. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург. КОНЕЦ, К Burada Родим С Новым Субтитры создавал DimaTorzok